Канобу.ру представляет Субтитры создавал DimaTorzok Все обо всем том, что можно купить в магазине, прямо сейчас Но мы не просто будем брать и разворачивать коробки здесь, да, и как-то хвалиться этим Нет, все намного сложнее, Игорь У нас все сложно, нетривиально и умно Каждый из нас будет получать определенную случайным образом выбранную сумму денег И на эти деньги нам нужно будет накупить игр Но так как наша передача называется «Надо брать», купить всякий шлак и бросить сюда на стол не получится Нужно купить, во-первых, хороших игр, во-вторых, обосновать свой выбор И в конце каждого выпуска мы будем проводить пользовательское голосование В котором именно вы будете выбирать победителя И тот, кто наиболее круто затарился и наиболее убедительно обосновал свой выбор Получит весь стол Так давайте посмотрим, какие суммы нам достались Деньги и эти суммы распределяются именно вот таким образом Прямо сейчас Все честно перед вами реализационное задание на следующий выпуск Разбираем, господа, разбираем Пятый конверт Пятьсот рублей Восьмой конверт Тысяча рублей Ну, как всегда Шестой конверт Сто рублей А начнем мы с суммы в пятьсот рублей Потому что это самая демократичная, самая популярная сумма у наших пользователей Когда они идут в магазин Оперировать этой суммой будет Петр Точнее, уже все сделал И нам расскажет, каково это Как ты думаешь, почему у меня в руке 10 рублей? Ну, потому что... Что идиот Хорошо Ну, четыреста девяносто рублей Да Отлично Сдачу мы будем складировать вот в такую копилку Та-да-да-да-да-да-да И в конце сезона, может быть, наберем на что-нибудь прикольное И разыграем среди пользователей В общем, как вы уже догадались За четыреста девяносто рублей Я взял ту игру, которую показывают по телевизору Это Street Fighter 4 Самый обыкновенный Street Fighter Ни Arcade Edition Ничего Обычный Street Fighter Почему я его взял? Потому что в свое время, когда я пять лет назад покупал Xbox У меня был выбор И было мало денег Выбор был большой Денег было, естественно, меньше GTA 4 или Street Fighter 4 Которые вышли одновременно Но для Street Fighter 4 мне понадобился бы второй геймпад А денег на него у меня не было Поэтому взял GTA 4 А дальше понеслась И про Street Fighter я забыл И вот теперь спустя пять лет я его приобрел И теперь ты сможешь приходить ко мне в гости И шпилить в него А ты нет А ты купил себе второй геймпад, что ли, уже за это время? Давно Я же Mortal Kombat как-то играю Петь, я понимаю, что я фанат Street Fighter Но у меня все равно есть аргументы, чтобы тебя панировать Ну, во-первых, Street Fighter 4 И вообще такие игры нужно покупать вовремя То есть в 2008 году ты должен был это сделать Потому что история как с FIFA FIFA 09, наверное, ты тоже можешь купить сейчас Даже за 300 рублей А может быть, FIFA 08 с доплатой тебе отдадут Потому что появился уже Super Street Fighter 4 Super Street Fighter Arcade Edition Super Street Fighter Kuroso Tekken И все такое прочее В онлайн, скорее всего, ты не поиграешь Но, тем не менее, Петя купил за 500 рублей игру для бокса Да, и в онлайн я поиграю И Street Fighter Kuroso Tekken Вы за 500 рублей точно не купите Особенно, если учитывать, что то, что это Street Fighter 4 Будь то Arcade Edition или Super Street Fighter 4 Игорь? Ну, а что я могу сказать? Я бы даже 300 рублей за это не отдал Поскольку я люблю Треккин Tekken и Virtue of Fighter Вот, а Street Fighter я как-то не перевариваю Поэтому я порицаю ваш выбор Но все-таки Виктор был убедительнее Со своими контр-другументами Ты не щеброд и тормоз? Решать это зрителям Про файтинги другие мы поговорим В других передачах И про щебродов и тормозов мы тоже поговорим Других об этом Если тебе хватит денег, чтобы это купить А мы переходим к следующей сумме Которая просто потрясающая 100 рублей И щеброда тормоза Неплохая консольная игра За 490 рублей Это Вин И мы сейчас посмотрим, что Белкин За свой стольник приобрел А мы продолжаем Сейчас у нас на очереди наш консольный король И идеолог игр за 2500 Который располагал суммой всего в 100 рублей Что же он смог сделать? Петр сел на гость Я просто покажу вам, что я смог сделать На Стиме за 68 рублей Я приобрел более чем лицензионную копию Игры Half-Life 2 В современной классике жанра шутер от первого лица Одной из лучших игр Современной Современной, да Одной из лучших игр, которую когда-либо видела человечество Которая и до сих пор не утратила своей актуальности И более того В 2004 году, когда я купил Я купил, конечно же, пиратку Потому что был студентом и нищебродом И это моя первая лицензионная Half-Life 2 Для ПК Потому что у меня уже есть лицензионная Ликсбокса, конечно Делкин Короче Просто он может сразу выходить Подожди, я с дачу положу Я положу дачу Давай ты пока будешь кладить дачу А Петя начнет В следующий раз, когда ты захочешь сказать, что Петр Ты нищеброд И тормоз Потому что ты купил для Xbox 360 Игру 2008 года За 500 рублей Как умный парень Гангнам стайл Да, да Подумай в следующий раз Перед тем, как вот это вот доставать Купил Half-Life 2 На стиме Да ты долго думал вообще Как первое, чем Покупить Half-Life 2 На стиме Скажи мне, пожалуйста Восемь лет Восемь лет думал, да? Восемь лет Еще и сэкономил Даже не за рублей За шестьдесят восемь Просто Брать не надо Надо брать Не надо Надо брать Но надо брать или не надо брать решают наши зрители А я скажу, что ты мог еще взять за эту же сумму Извини меня, Виктор Кстати, это сейчас ценная информация Вот смотри За эту же сумму Для наших самых юных зрителей И самых бедных Которые завтракав деньги себе откладут на видеоигры Пожалуйста, Crysis Графон Семьдесят четыре рубля Графон Трайн 2 Восемьдесят семь рублей Ты играл в Трайн 2? Нет Отличная игра Просто изюминка Я тебе говорю, вишенка на торте Каким надо быть, чтобы купить игру Трайн 2? Да Она бы смотрелась офигительно здесь, чем графон 2007 Вот я тебе говорю Ну еще можно было купить Джедай Найт 2 Который Старфорсес Дарк Форсес И в общем И играть за бегемота с двумя светящимися страфонами Конечно, круче всего было бы купить Трайн 2 Ну ты хоть бы мозг включил на секунду Потому что полезная передача А это была передача, куда просрать шестьдесят два рубля Шестьдесят восемь Поддержу Петю Поддержу Петю И подытожу Что я тоже расстроен Потому что ты схалтурил Я надеялся, что ты как консольный бог Умудришься между капельками как-то И показать нам, что можно купить на консолях за сто рублей Вот это был бы удар А ты пошел по простому пути Поэтому мы переходим к сумме в тысячу рублей Мы совершенно забыли сказать про то, что Half-Life 2 в Steam я купил со скидкой Именно поэтому он мне обошелся в шестьдесят восемь рублей А так он стоит немного дороже В общем, ищите и хороших игр по дешевке обрящите Вот, а Петр с Виктором, на мой взгляд, немножечко не учли, что у меня было всего сто рублей И я считаю, что за эти деньги я очень хорошо себе прикупил много качественного, нажористого, пускай и ностальгического геймплея А теперь перейдем к моему выбору Он был проще, потому что я располагал суммой в тысячу рублей Я был олигархом И я потратил девятьсот девяносто девять рублей на игру Кейн и Линч 2 И у меня, соответственно, рубль сдачи, который мы и отправим в нашего стейпафа Я предвижу уже, да, я по взглядам все понимаю Но, тем не менее, я успею, наверное, сказать, пока мне не убьют Что эта игра, тем не менее, несмотря на то, что она получила 6,5 в свое время И вот этот розовый диск, который сразу говорит о ее контркультурности Это все настолько круто, что каждый коллекционер видеоигр, я не говорю про всех, эта игра не для всех, сразу говорю Розовый цвет говорит о контркультурности Да, 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 эта игра не для этих двух А я обращаюсь к тебе, настоящий ценитель Именно к тебе Потому что это Тарантино от видеоигр Убогая, убогая механика, можете видеть ее сами Но, тем не менее, вот это отличное решение, что вся игра снимается на камеру, как мы сейчас И плюс все действия происходят в Шанхае Что очень отлично соотносится с недавно вышедшими Sleeping Dogs И, кстати, название созвучно Dog Days И там Азия, и здесь Азия Только там Азия игрушечная, а здесь настоящая азиатская звериная жестокость Что там собаки обоссаются, что здесь Очень созвучно еще котенок по имени Гафы, так же релевантно Ну, начнем Значит, во-первых, если наша передача выглядит так же, как игра Крин Эль Линч 2 То я отказываюсь в этом проекте участвовать Спасибо, пока Встал, вышел Да, встал, вышел Во-вторых, как бы тут Виктор не пытался выпендриться умными словами Вроде Тарантино, контркультурность и прочее Он сказал самое главное Убогая, убогая, убогая механика Кривожопая все Как и фильмы Тарантино Не надо вот сейчас, ну не будем про Тарантино Вот представляете, вот у вас есть человек, он вам кредит не отдал Или насрал вам по двери Нужно как-нибудь ему отомстить На уголовку или административку идти не хочется, но нужно что-то сделать И вы подарите ему эту игру Вот, и он испытает не только моральные, но и физические мучения, играя в этот продукт И насчет Тарантино я тебе могу сказать, что... Ты не играл в него, я сразу вижу Я вот вижу, вот это снято не как наша передача Это снято хуже, чем наша передача Зачем ты так про нас говоришь, Витя? Это не Тарантино от Мира Видеоигр, это Улица Разбитых Кунарей от Мира Видеоигр Вот Дукалис, вот он Не узнаю вас в гриме Ребята, вам далеко до этой игры И в конце концов решать зрителям, кто из нас все-таки вложился правильно И мы перейдем к итогу и к новому редакционному заданию В этой суматохе я забыл сказать о главном О том, что я нормально сэкономил Кейн и Линч 2 во многих магазинах вы увидите по цене в полторы тысячи рублей Что неприемлемая цена за такой продукт, я согласен Но вот именно за 999 в геймпарке, кстати Это та сумма, которую, в принципе, мне не в лом отвалить за продукты B-класса В принципе, именно такая цена и должна стоять вот на таких вот крепких середнячках Именно за такую цену их надо брать И вот вы присутствуете при таинстве Как это происходит, как мы получаем эти суммы Напомню именно Игорю Белкину, что мы получаем от 100 рублей Спасибо До 5000 Я получу Ну, собственно, давайте, друзья Дайте мы еще перемешаем, чтобы... Самые честные выборы в России Эта шутка должна была быть от Игоря Белкина, но он все пропустил Виктор у меня ее своровал Вот Ну, итак... Я хотел второй конверт Ну, бери, бери Итак, а я достану... Он меня смотрел Немор 306 Номер... Конверт номер 5 Чего, сучки, за 100 рублей поквитался? 4 000 рублей Та-дам-там! Я хотел восьмой конверт Я слышал, я слышал крик Так, звучал... Да, у меня 5 000 рублей Bezna анального угнетения Триэн 2-кризис, друзья Все нормально Ну, кстати, бесплатные игры на стиме тоже подойдут Да-да Так Ну 100 рублей уже точно не достанется Да что ж такое-то? Купи еще одну копию. Еще одну копию. Первую часть купи. Обязательно, первую часть. Итак, вот такими суммами мы будем располагать в следующей передаче. Ну, про сумму Петра даже суммой назвать сложно, но это челлендж. И напоминаю, что сейчас идет голосование за наши вот эти наборы в этой, собственно, передаче. Кто из нас сделал оптимальный выбор, зависит от вас. И победитель заберет, собственно, вот этих стол игр. И распорядится по собственному желанию. Я, например, точно разыграю эти игры в Вапле. А я в Твиттере, как обычный. А я нигде, как всегда. Смотрите передачу На Брать! Редактор субтитров А.Семкин